Даже с войной, если бы мы были воевать с американцами, просто как бы один человек просто может там такой хаос сделать в Америке, просто, потому что американцы, ну такой народ, они как бы немножко, немножко они не могут быть самостоятельными, не могут выращивать помидоры, как я выращиваю помидоры, огурцы, винограды, там у меня фруктовый сад. Персики, а у них этого, им запрещено выращивать и продавать, тем более запрещено. Вы знаете, почему именно Германия не дошла до Америки? Почему именно не было войны в Америке? Потому что она вот именно на государственном уровне не сотрудничала с авиакарными режимами, как это делал Советский Союз. То есть мы их снабжали, и те, как бы... Американцы выжидали, они выжидали, выжидали, когда именно, либо Германия, либо Россия. Причем, когда Россия уже в 44-м, уже пошел, открылся второй фронт, американский открылся. Это был 44-й год, когда уже было понятно, что фашизм побежден. Они типа раз подвязались, да, и понимая, что американцы помогали самолетами и всеми делами. Но они понимали, что либо туда, либо сюда, им не важно. Но все равно была Европа поделена на восточную и на западную части. В Ялтинской конференции, кстати. В Крыму. Вот, да, 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 была. Причем, я заметил, немецкий генерал сказал, а при чем здесь вообще-то Америка? Я вам скажу даже больше, Франция наравне с Советским Союзом, это вышла с победительницей. Да, я знаю. Ладненько, все было. Франция, которая практически, по сравнению с нами, конечно же, ничего не потеряла, она на таких же самых правах вышла в победительницей, как Советский Союз. Ну, как она не потеряла, она была в оккупации. Причем, понимаете, вот сейчас, вот вы, может, не согласны со мной будете, мы оккупировали Прибалтику. Вы согласны с этим? Советский Союз и оккупация. А вот в данный момент НАТО не оккупировало Прибалтику, понимаете, при Союзе советском, вы меня выслушайте, пожалуйста, а потом вы скажете, я вас тоже выслушаю. Вы понимаете, при Союзе там были заводы, там автобусы и карусы выпускали, магнитолы, там мы равнялись, наоборот, на западную часть вот этой Прибалтики, у них были все технологии, заводы самые лучшие. В данный момент у них ни заводов нету, ничего нету, наоборот, даже вот в Украине, в Украине, типа там, как у них сейчас происходит, типа, мы, типа, там, памятники уничтожают. Ну, понимаю, я понимаю, что уничтожили. Ленину? Да, Ленину, да, да. Папятники? Один памятник, вот именно Ленину. Хорошо, да, да, да. Заводы уничтожили, я понимаю, что заводы полностью, вот это да, вот это молодцы. Заводы уничтожили, это классно, что ничего не осталось. По поводу Прибалтики, уже, как бы, 25 лет, как Прибалтика в Евросоюзе, что там построилось, что там, какие там технологии, какие заводы, и где, 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 где Прибалты работают, где они зарабатывают денежки. Вы в курсе? Прибалты работают в Германии, в Англии, зарабатывают по полторы тысячи евро, и вот именно эти деньги перевозят их, ну, в свои страны. Прекрасно, 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 да, заводы, вот именно, они намного чище, они намного больше соблюдают здоровье. Я вас понял. Своих рабочих в Европе, в Европе, и в советских заводах. Да, да, я понял, понял, вообще прекрасна такая история, когда, понимаете, слышно, что у себя в доме, это же, я так понимаю, что это государство, Литва, Латвия, это суверенная, да, она там где-то состоит, ну, внутри государства ничего нет, просто ноль. Просто адаптации какие-то даются, ни армии нету, ни экономики нету, ничего, ну, люди, вот, 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 вот именно все, украинцы будут, она огромная страна. Эти прибалтики, по сравнению с Украиной, это просто вот такие маленькие такие областя, там вот, 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 а эта огромная страна тоже будет ездить, они сейчас, во-первых, многие в Россию ездят и зарабатывают деньги, и приезжают, многие там в Польшу и в другие страны тоже, а у себя, нельзя у себя работать, на себя, производить свои, свои, свои технологии, свою промышленность. Почему этого нельзя сделать? Потому что, в первую очередь, в первую очередь на Запад, научиться о лучших, научиться о жизни, учиться о жизни. Все, давай, ты это, передай проект Гагарину, у нас был, короче, общий праздник. Видео ли мы кайбе кайбе?